Наше сегодняшнее видео будет практически полностью легендарное. Оно будет посвящено одному легендарному альбому и нескольким легендарным личностям, связанным с этим музыкальным произведением. Вы спросите, при чем здесь скейтбордическое катание? Ну, потому что вышел, понятное дело, коллаборация. Расскажем о ней поподробнее. Не переключайте ваши каналы. Лакай и первый альбом группы The Farsight. Дебютный альбом группы The Farsight, вышедший в 1992 году, по праву считается одним из легендарных альбомов. Даже не то, что в хип-хопе или там альтернативном хип-хопе, которому ему причисляют, но точно один из легендарнейших альбомов 90-х годов. Песня, заглавная песня этого альбома, Passing in By, она звучала множество раз. Вы точно либо ее, либо сэмплы из этой песни не раз слышали. И сегодня поговорим немножко подробнее о том, почему и как этот альбом стал легендарным, и как бренд Лакай про этот альбом решил рассказать в этих кедах. Началось все в конце 80-х годов, когда несколько друзей решили заняться брейк-дансом. Брейк-данс это было модно, на себя обращали внимание девчонки, ну и вообще так же для спорта хорошо. И вот несколько друзей, которые жили в районе Южный Централ Лос-Анджелеса. Вы, наверное, знаете это название из каких-то фильмов, из каких-то музыкальных произведений, что это достаточно такой жесткий, неблагополучный район. И поэтому, когда ты в этом районе занимаешься не бандитизмом, не грабишь соседские магазины, не дерешься с другими такими же подростками, а танцуешь, жизнь твоя не самая сладкая. Поэтому ребята старались танцевать больше все-таки не на улицах, а в специальном центре для молодежи, где они встретили очень интересного человека, музыкального продюсера, который раньше работал с известными командами, игравшими фанк-музыку, в том числе Рик Джеймс. Рик Джеймс, про него, я думаю, тоже как мы поговорим, великая фигура для музыки, был человеком даже для современного на тот момент поколения очень известным и таким примером для подражания. Ну, потому что он делал все, что, скажем так, хорошие мамы не посоветуют своим детям делать. И вот, когда ребята узнали, что человек, который отвечает за музыку, работающий в этом музыкальном центре, работал вместе с Рик Джеймсом, они сказали, что «Вау, чувак, вот это круто!» и начали ходить на его занятия, где познакомились с еще одним пареньком, Джей Свифтова звали, который учил музыку у этого вот преподавателя, и то, что он делал, ребятам очень понравилось. Сначала они пытались под эту музыку танцевать, но в какой-то момент поняли, что лучше, чем их танец, под эту музыку подойдут слова, и решили попробовать себя в качестве рэперов. К ним потом присоединился еще один человек, тоже из того же района, звали его Фэтлип, и вместе они уже решили, что давайте у нас будет своя группа. Как я уже сказал, на то время, конец 80-х, начало 90-х годов, преобладающая музыка в Лос-Анджелесе, и тем более в Южном централе Лос-Анджелеса, это были такие, ну, гангстерские напевы, тот же самый Ice-T, известный рэп-исполнитель, тогда рэп-исполнитель, а сейчас актер и рок-исполнитель, конечно же, вот, он тоже выходец из Лос-Анджелеса, были фильмы, посвященные этому району, ну, в общем, название гремело, действительно, как неблагополучный район. Ребята решили показать альтернативный взгляд, и тем более, то, что они занимались музыкой, то, что они занимались танцами в специальном центре, там его решили помогать, ну, реально, такой вот момент социальной работы, когда социальные работники действительно хотели, чтобы поменялось отношение к этому району, и те, кто там росли, дети, поняли, что бить других детей, там, стрелять в них, только из-за того, что ты из другой банды, это не единственный путь, чтобы вырасти, что можно и по-другому расти, развиваться. Тем более, что музыка у ребят получалась действительно очень интересной, и здесь хочется сделать небольшое такое отступление, потому что вот сколько себя вспомнило, большинство ребят, которые пришли из, которые пришли в музыку из танцев, они добились чего-то интересного, например, та же самая группа Black Eyed Peas, ну, я думаю, все вы ее знаете, до того, как они начали писать рэп, это были танцоры, и более того, в своих первых клипах они все активно и очень красиво танцевали, даже до того, как к ним Ферги присоединилась. Другой известный человек, который был танцором, который, помимо прочего, не просто танцевал, но и учился балету, а потом к одной Лос-Анджелесской группе также присоединился, это человек, который, я думаю, все даже не знакомые с рэпом и не слушающие рэп люди знают, это Тупак Шакур, он тоже начинал с танцев, и музыки, первые шаги были как раз на подтанцовке у группе Digital Underground, и здесь тоже танцоры сделали очень классную музыку, как они сами говорят, что это даже то, как мы читали рэп, как мы придумывали наши рифмы, мы брали основу от танцев, как вот мы танцевали, и танцевали мы не совсем какие-то стандартные движения, мы решили все это перенести в слова. Может быть, и из-за этого, что подход немножко другой, получилось, сделал действительно что-то необычное. Как я уже сказал, темы, которых касалась эта группа, они во многом отличались от привычных альбомов, выходящих в Лос-Анджелесе на то время. Вместо гэнгста-рэпа ребята читали какие-то юморные песни, песни про жизненные ситуации, какие-то абсурдные истории. Как они сами рассказали, у нас тупое чувство юмора, нам смешны многие вещи, которые другим людям совсем не смешны. Об этом мы поем. В том числе в песне Me By там история любви, причем любви к женщине немножко старше себя, тогда еще не было слова милфа, поэтому немножко по-другому они рассказывают эту историю, но это тоже было интересно. Более того, когда они начали выпускать этот альбом, они привлекли к его созданию относительно молодого дизайнера, человека по имени Слик, которого тоже можно назвать легендой. Вот эту картинку он нарисовал для обложки альбома, то есть это такая безумная американская горка, на которой написано Bizarre Ride, но Bizarre Ride можно перевести как странная поездочка. Многие считают, что это все отсылка к каким-то изменяющим сознаниям веществам, хотя сами участники группы говорят, что ну всякое, конечно, было, но мы не хотели быть вот таким наркогруппой. Хотя, честно скажу, большинство людей, которые слушали их песни, большинство людей, которые слушали музыку, которая была на альбоме, считают, что да, наркоманы еще те. Вот. Хотя на самом деле это было не так. Несмотря на это, кстати, один из важных моментов, кем они вдохновлялись в музыке, это был Джимми Хендрикс. И не просто Джимми Хендрикс, а его работы, которые выходили как Джимми Хендрикс Experience, которые тоже все были связаны с какими-то там трипами. Так вот, эту обложку нарисовал Слик. Тогда, ну, тоже уже популярный достаточно человек в сфере граффити, но позднее он прославится как один из главных дизайнеров бренда Fact. Это культовый бренд в Лос-Анджелесской уличной одежде. Обязательно тоже про него как-нибудь расскажем. И более позднее он сделал такой бренд как This Is It, который тоже сделал огромное количество знаковых дизайнов. И для многих стали известны его работы, где он такими мультяшными пальчиками показывает на пальцах значок LA своего родного города Лос-Анджелес. И позднее даже на основе вот этих его работ скульптуры были сделаны. В общем, действительно, в мире уличного искусства не то, что не последний человек, а один из важнейших. Пусть не такой коммерчески успешный и признанный за пределами уличного искусства, как какие-нибудь условные Кавсы или Бэнкси, но несомненно, легенда. Когда альбом вышел, он получил золотой статус. То было, конечно, не очень обычно для дебютных рэп-альбомов, отличающихся по концепции от многого другого, что выходило в то время. Как я уже говорил, вышел он в 92-м году, время, когда в основном на подъеме был вот этот самый гангстерский рэп, а любые альтернативные альбомы на них смотрели так, ну, с легкой непоняткой. Но ребята смогли донести свою правду, свое видение, свое, так сказать, художественное гэнгстер до широкой аудитории. Когда в 96-м году вышел второй альбом, там уже поменялся состав участников. Во-первых, вместо Джей Свифта, продюсера, пришел новый продюсер, тогда еще молодой Джей Ди, позднее ставший известным как Джей Дила. Про Джей Дилу мы снимем тоже ролики. Это все люди, о которых, я думаю, ну, вы либо знаете, либо знать необходимо. Один из главных клипов для второго альбома снял Спайк Джонс. Мы как-то уже рассказывали про деки, которые были сделаны про клип «Щуршат» для группы «Бестибойс», который тоже снял Спайк Джонс. вообще, погуглите, что снимал Спайк Джонс. И его фильмы, и его клипы каждый раз это просто визуальный праздник. Настолько это необычно, настолько это классно. И при всем при этом не супер затратно. Так произошло, кстати, вот с клипом, про который я рассказываю, который был снят на песню «Драб». Ссылочка, я думаю, будет в описании. Обязательно этот клип посмотрите. Но вернемся к кедам. В 2022 году фирма Лакай решила, что нужно отпраздновать этот альбом. И здесь действительно круто. Я вообще очень удивился, с одной стороны, когда я увидел «Асикеды», потому что я не думал, что кто-то помнит про этот альбом, несмотря на его легендарность. А многие называли его легендарным альбомом 90-х. В том числе, например, такой авторитетнейший музыкальный сайт, как «Питчфорк». Они говорили, что там на 40-ом столь месте этот альбом находится. И песня «Песня Минбай» тоже к главным песням 90-х они относили. Так вот, и очень приятно, что эту легенду не забыли, что сегодня, несмотря на то, что музыка очень сильно изменилась, если вы включите этот альбом в своих наушниках и послушайте его, да, наверное, это будет немножечко ретро. Да, песни будут уже не такие короткие, может быть, где-то они будут слегка однообразные, заунывные сегодня казаться, но сделайте небольшую поправку на время, что это было выпущено больше 30 лет назад. Сейчас, наверное, многие сидят и думают, 30 лет, да меня еще на свете не было, а музыка уже была тогда, ребята. Вот. Так вот, великий альбом 92-го года, и к нему была выпущена целая коллекция кроссовок. До нас, к сожалению, доехало не все, но зато есть такие замечательные слепоны, которые сразу понятно, чему они посвящены, на них название группы на язычке, элементы альбома The Farsight на задней части, очень яркая такая вот пурпурного цвета внутренняя часть, также на стельке у нас изображение участников группы, как они въезжают в эту американскую горку, и сама коробка вот этих кет, которая показывает еще раз рисунок, который Слик нарисовал для этого альбома, логотип группы The Farsight, и очень интересный момент, про него многие не знают, здесь название альбома, Beatsar Ride to the Farsight, странная поездочка, поездочка на дальнюю сторону, вот, вот здесь такой интересный логотип, как они сами придумали, ребята, группы, это собака, которая писает, извиняюсь, под пожарный гидрант, и пожарный гидрант ее пытается отогнать, поэтому сами кеды, ну, вы меня знаете прекрасно, я не супер скейтбардический кататель, это интересные слепоны, которые, на которых есть логотип группы Farsight, на которых есть арт с их альбома, у которых достаточно прикольная стелька, смотрите, какая она толстая, то есть они будут удобны не только для того, чтобы кататься, но и просто ходить в них, замечательная обувь, в которую можно ходить сейчас, и даже там начало осени, тем более, что погода хорошая стоят, очень лаконично, я себе их возьму в любом случае, даже просто в коллекцию, потому что это реально один из моих любимых альбомов, это наследие музыки 90-х, которые я не могу забыть, но для вас я хочу, чтобы вы обратили внимание не только из-за того же легендарного альбома, потому что это и красивые, прикольные тапочки. Вот такая вот история, друзья, скажите, вы знали про этот альбом, или про эту группу, или там про дизайнера Слика, или про другие какие-то громкие имена, которых я называл в этом видео, благодарю вас, что смотрите наши видео, продолжайте их смотреть, занимайтесь скейтбордическим катанием, ну и конечно напишите, о чем хотите, чтобы мы рассказали еще, мы постараемся рассказать о том, что нам нравится, а не вам, зрителям. До свидания.